Королевская свадьба и дом с привидениями. Принц Гарри, о чем внук королевы будет сожалеть до конца жизни. Грандиозные планы Меган Маркл раскрыты. Новости на канале Дочи Ньюс. Добро пожаловать на канал. Меня зовут Альбина. Приветствую вас, уважаемые друзья. Не забывайте, пожалуйста, о лайках, подписке. Спасибо вам. Ну и начнем с самого скандального, то есть с Меган Маркл и принца Гарри. В Монте-Сито, наконец, закипела работа. Меган даже придумала название для своих будущих подкастов. Согласитесь, это прорыв после двух лет молчания. Говорить в подкастах будут о женщинах, притеснении и о том, как можно вырваться из плена обстоятельств и стать сильной независимой дамой. Короче говоря, ничего нового. И, конечно, многочисленные инсайдеры поговаривают о гостях из высшего общества, которые примут участие в подкасте «Принцессы Пиноккио». А пока мы ждем подкасты. Я напоминаю вам, завтра состоится премия «Оскар». Не пропускайте наши новые видео, жмите на колокольчик. Огромное всем спасибо. В это же время в том же Монте-Сито проживает и принц Гарри в том же измерении, который, по словам королевского эксперта, до конца своих дней будет жалеть о том, как он прожил свою жизнь. Гарри совершил много ошибок и, конечно, о них пожалеет. Такова основная мысль статьи. Главным образом, Гарри всю оставшуюся жизнь будет несчастен из-за решения пропустить поминальную службу дедушки. Из-за своих нелепых обид, заявила эксперт Виктория Арбитр. Обязательно напишите, что вы об этом всем думаете. Мне кажется, эта тема для британских СМИ абсолютно бесконечная. Будет ли Гарри жалеть о своих решениях? Мне кажется, он уже жалеет о многом, особенно о том, что женился на Меган Маркл. Сегодня в Великобритании отмечают День матери. Конечно, Кларенс Хаус в лице принца Уэльского и Камилы вспомнили своих матерей в трогательном послании, которые были опубликованы в социальных сетях пары. Ну а королева Елизавета II в шикарном цветочном платье. Виндзоре осмотрела свою коллекцию артефактов. Подробности также на экране. Несмотря на различные спекуляции, в социальных сетях Елизавета II выглядит хорошо. В последнее время все чаще можно услышать, будто королева не может ходить и передвигается на инвалидной коляске. Слухами земля помнится, но насколько это правда, неизвестно. А вы верите или нет? Вслед за Бритни Спирс еще одна звезда освободилась от опеки сроком в 9 лет. Актриса Аманда Байнс обрела свободу благодаря решению судьи. Менее недели назад актриса употребила свое освобождение на благо отношений и переехала жить к своему парню. Рады за сладкую парочку и идем дальше. Пол Маккартни и его супруга отдыхают на Карибах. Солист Битлз в свои 79 лет отлично выглядит, даже в голубых плавках. А его жена и того лучше, пишет американский таблоид. Нэнси 62 года и у нее отличная фигура, пишет издание. Ну а вы пишите, пожалуйста, свое мнение. Меган Фокс и ее эпатажный друг, как заявляет источник, твердо намеренный сыграть свадьбу, которая, как и ожидалось, должна потрясти наше воображение. Церемония пройдет в следующем году. Невеста выберет черное или цветное платье, продолжил рассказывать источник. Подождем, увидим, а мы едем дальше. Прямо в дом с привидениями. Нет, я не сошла с ума. А вот актриса из сериала «Друзья Кортни Кокс» вполне может быть. В недавнем интервью Джимми Кэмелло Кортни Кокс рассказала жуткую историю, как когда-то она жила в доме с привидениями. Актриса вынуждена была продать шикарный особняк в Лос-Анджелесе, так как она просто не могла там уснуть. А друзья и родственники не хотели приходить к ней в гости. Жуть! А вы верите в привидения? Обязательно пишите, сталкивались вы с ними или нет. Певица Бьонсе настолько богата, что купила своему мужу Джей Зи частный самолет. За 40 миллионов долларов. На день отца. Сплетничает таблоид. Ну а что такого? У богатых свои причуды. А состояние Бьонсе на минуточку. 500 миллионов долларов. И то, может быть, плохо посчитали. Вот такие вот новости переносимся в королевские дома Европы. Принцесса Мари из Дании находится во Франции. И без дела она не сидит. Неудивительно, ведь Мари работает в посольстве Дании во Франции и занимается культурными вопросами. Например, Мари открыла датский дом в Париже, а еще побывала на выставке под названием Королевство клонов. Также принцесса Мария открыла датскую фотовыставку в Нормандии. Фотографии и подробности на экране. Ну и главная новость этой недели. Готовы, уважаемые зрители. Принц Иосиф Эммануэль из Люксембурга женился на красавице Марии Суарес. Вся королевская семья посетила свадьбу влюбленных на Карибах. Мне кажется, на этой неделе острова стали местом притяжения для королевских персон и знаменитости. Но вернемся к новости. Торжество прошло в Колумбии, на родине невесты. Поздравляем молодых. По-моему, прекрасная очаробательная пара. Ну а принц Юлиан, сын Карла Филиппа и Софи, отметил свой первый год рождения. Поздравляем малыша и смотрим новые фотографии. К сожалению, без грустных вестей не обойтись. Король Норвегии Харальд вновь заболел коронавирусом. Очень жаль. Это уже не первый раз в этом году отмечают СМИ. У Харальда слабое здоровье. К сожалению, это означает, что Харальд, скорее всего, не появится на поминальной службе принца Филиппа, которая пройдет 29 марта. Кстати, есть сведения, что королева Елизавета II, скорее всего, будет все-таки находиться на поминальной службе. Конечно, если позволят врачи ее величества. На этом все, уважаемые зрители. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо вам за лайки. Благодарим за комментарии. Конечно, подписывайтесь, если еще не подписаны. С вами была Альбина. До завтра. До новых встреч. До новых встреч.